Привет, друзья! Это программа «Эх, дороги» и я, ее ведущий, Максим Суханов. Ну что ж, продолжаем инспектировать наши удивительные, невероятные пермские дороги. Готовы? Тогда поехали! Итак, друзья, у меня две новости. Хорошая и плохая для жителей улица Рабоче-Крестьянская. Хорошая заключается в том, что, наконец-таки, уже несколько дней как, открыли проезд. Здесь город готовили к зиме и раскапывали полностью проезжую часть, меняли трубы. Мы видим, что работы еще продолжаются, но, тем не менее, ездить можно. Новость номер два. Плохая. По сути, жители ждали, что дорога станет лучше. Я имею в виду состояние проезжей части. Увы, этого не произошло. И тут, конечно, вообще вопросы очень большие. Сейчас подробнее. Кто вдруг не смотрит программу ежедневно, расскажу небольшую историю. Проблема на Рабоче-Крестьянской заключается в том, что под проезжей частью очень старые сети. Поэтому ежегодно, последние, наверное, лет 10, улицу Рабоче-Крестьянская постоянно перекапывали. Жители, конечно, были недовольны. В итоге дорога превратилась в заплату на заплате. Она была очень неровная. Я разговаривал здесь с местными жителями, которые говорят, что, в принципе, эту ситуацию можно изменить, если все капитально поменять. И вроде бы как вот пришли, наконец, сюда коммунальщики и начали менять трубы, чтобы каждый год не раскапывать. Но мы видим, что, по сути, меняют только на одном участке, между домами 24 и 26. Остальную часть, как я понимаю, в этом году точно ремонтировать не будут. И вроде бы как ждали, что сейчас, видите, вот участок, где как раз были раскопки, его заасфальтировали. Хорошо, что заасфальтировали, потому что вот если проехать метров 50, то там была ситуация, когда несколько лет не могли заасфальтировать участок и просто был гравий. Сейчас вроде бы как, конечно, стало лучше. Но вот сразу обратите внимание, прямо посреди проезжей части люки. И они сейчас просто-напросто торчат. А сейчас я нахожусь на улице Островского, около дома номер 93B. Это ЖК «Солнечный город». Я на этом участке был зимой и, увы, не удалось мне добиться, по сути, ничего. Ко мне жители как раз-таки и обращались, что они выезжают из двора и нарушают правила дорожного движения. Хотя вообще никакой логики здесь нет. Потому что, друзья, здесь кирпич. Аж два знака. Один вот уже почти упал, но он и зимой в таком состоянии был. И один прямо при выезде. Чтобы выехать из двора, нужно объехать вот эту вот парковку. Зимой, кстати, она была не чищена. Сейчас мы вам напомним, как это выглядело, покажем архив. И вот там нужно выезжать. Там вот есть знак «Уступи дорогу» и выезд только направо. И это, конечно, людей просто сводит с ума. Потому что уже несколько лет ситуация вообще ни в какую сторону не движется. Ну и понятно, что люди нарушают правила. Вот давайте понаблюдаем. Тут, на мой взгляд, вообще как-то все налеплено, по-другому и не скажешь. Тут и выезд из двора, тут и заправка, тут и шиномонтаж. Ну и голова просто у людей кругом идет. На какие знаки? Да тут на знаки вообще никто не обращает внимания. Друзья, не забываем подписываться на наш телеграм-канал, кто еще не. И участвовать в нашем конкурсе. На этот раз мы разыгрываем подарочную карту от Лукойл на тысячу рублей. Выиграть может каждый. Ну и, конечно же, присылайте свои фото, видео, пишите о проблемных участках. Мы обязательно приедем, снимем, поможем и разберемся. Увидимся завтра. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok